Сейчас мне еще хотелось бы уточнить, а если у нас сегодня новички в зале и сделать такое небольшое объявление о том, что на этой неделе у нас еще вебинар пройдет в четверг, в 14 часов по Москве, и потом до следующей недели, до четверга мы с вами не встретимся в вебинарной комнате, потому что буду с рабочим визитом в прекрасном стране Казахстан, город Астана, и естественно, что все материалы нашей рабочей встречи, которая произойдет в Астане, будут выложены дополнительно, в чатах вы сможете познакомиться. Хочу еще раз обратиться к вам, есть ли новички, если новички есть у нас, пожалуйста, поставьте единичку. И неоднократно в самом начале наших вебинаров, то есть я вам ставлю то или иное видео, мне всегда очень хочется, чтобы вы, то есть чтобы у вас отложилось такое яркое понимание того, что происходит сегодня в мире, и то, что наша компания сегодня находится в авангарде тех новых изменений, которые вообще происходят в мире, и от каждого из нас очень важно наше действие или бездействие, то есть или тот, или другой момент. В связи с этим хотела бы сделать такую небольшую резюме, сегодня просматривала некоторый материал, и могу сказать о том, что все, наверное, знают такую площадку, как Alibaba, и основатель этой площадки, Джек Ма, вообще познакомился в свое время с интернетом в 1995 году, и пытаясь найти поддержку со стороны правительства, да, значит, такой поддержки он не приобрел. Несмотря на это, сегодня именно эта площадка создала более 800 миллионов рабочих мест, то есть обеспечила людей работой, и прекрасно все знают о том, какие-то обороты проходят в этой компании. Более того, хотелось бы напомнить, что, я думаю, с этой информацией все могут тоже познакомиться через интернет, первые три года площадка вообще для компании не приносила никакого дохода, то есть ни одного юаня не было дохода. И это говорит о том, что не всегда те новые тенденции, которые происходят в каком-то бизнесе, да, они имеют сразу результат. Поэтому еще раз хочу напомнить о том, что наша компания, наше акционерное общество СУБА работает в секторе экономики IT-технологий, и в среднем этот сектор экономики дает акционерам до 3000% в год. Хочу это напомнить, потому что часто спрашивают, особенно те люди, которые приходят и сталкиваются с нашей информацией впервые, они говорят о том, о моей инвестиции, какой будет иметь доходность. В среднем 3000% в год дает такой сектор экономики, как IT-технология. Поэтому наша компания находится в этом секторе, однозначно все наши акционеры в будущем имеют право, да, на достаточно хорошие дивиденды на их пакеты акций. Но сегодня наша компания находится еще, ну, как, не хотелось бы сказать на стартапе, потому что мы уже с вами официальная компания, да, мы с вами прошли ряд достаточно серьезных шагов в своей работе. Вот, но мы сегодня с вами, как те люди, которые поддерживают и понимают о том, что компания сегодня является, стоит в авангарде, да, в этом секторе экономики, потому что представляет на международные такие продукты, как браузер. А мы с вами знаем, что ни один человек не может выйти в интернет без этого золотого ключика браузеров, и мы можем перечислить ряд компаний, которые обладают этим золотым ключиком. Но эти компании зарабатывают сами и зарабатывают только те люди, которые действительно могут приобрести их пакеты акций, потому что достаточно высокие сейчас стоимости этих акций, и, естественно, что здесь какими-то минимальными вложениями обойтись нельзя. То есть даже миллион рублей – это ничто по сравнению с тем, какие стоимости имеют пакеты акций этих компаний. При этом компании зарабатывают сами, дают возможность богатеть тем людям, которые уже и так без того богаты, да, не обращая внимания на то, что есть совершенно другой круг людей, которые тоже хотят что-то в своей жизни изменить. Это средний, так сказать, плац населения. И сегодня именно компания АО «Солба», которая является, ну, так сказать, изначально, да, российской, потому что разработчик и основатель этой компании, он родился у нас в России, в Татарстане, и сегодня представил вот этот продукт – браузер. У нас с вами есть браузер, средняя стоимость аналогичных браузеров, так же, как и браузеры «Солба» имеют на рынке до 2 миллиардов долларов. То есть нужно понимать, что это достаточно высокие технологии. Помимо этого, наша компания АО «Солба» обладает еще следующими продуктами. Это социальная сеть, мы с вами помним, это почтовый сервис, это поисковая система, это мессенджеры, да, и все это в копии, если сложить вместе, можно сказать, что наша компания обладает продуктами ряда компаний, которые отдельно существуют друг от друга. Например, если мы возьмем Google и возьмем Facebook, это две разные компании. У одной компании есть и браузер, и есть почтовый сервер, и поисковый сервис. Вот в компании Facebook это только социальная площадка. Наша компания объединяет все эти продукты и имеет на это авторское право. Все это запатентовано, и это имеет определенную ценность. И изюминкой нашего продукта, нашей компании является именно система фильтров, которая называется искусственный интеллект. Сегодня искусственный интеллект еще не запущен, потому что для того, чтобы запустить его в работу, нужно определенное количество серверов. И мы знаем с вами о том, что у нас есть дата-центр, где мы арендуем площади, и вот там при определенных обстоятельствах, как только у нас будет сформировано вот это ядро из серверов, у нас заработает с вами сразу искусственный интеллект. Конечно, это даст преимущество нам с вами по отношению к другим компаниям, потому что мы знаем, что это система фильтров, саморазвивающаяся. Она позволит контролировать весь тот новостой контент, который есть в интернете. И это преимущество, потому что преимущество прежде всего в том, что каждый из нас является прежде всего и мамой, и папой, и бабушкой, и дедушкой. И для нас важно, чтобы наше с вами будущее, это наши дети, они находились в безопасном, экологически чистом интернет-пространстве. Потому что сегодня это реалии уже этого времени, мы живем с вами в эпоху водолея, и часто информация именно тот продукт, который приносит самую высокую доходность. И информация всегда очень важна, потому что обладая информацией, человек может сделать тот или иной выбор. Я думаю, что меня слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики. И хочу сказать о том, что сегодня мы с вами будем рассматривать план вознаграждений, потому что повторение мать учения, и мы должны видеть с вами возможности, потому что несмотря на то, что мы все продвигаем миссию компании, идею компании, и, конечно, каждый из нас во главу угла ставит экологически чистый и безопасный интернет, но при этом, при всем, каждый человек за проделанную работу должен получать вознаграждение. И это вознаграждение прописано в плане вознаграждения, который вы можете найти у себя в партнерской программе в кабинете, в личном кабинете. Причем преимущество такое, что любой человек, который сегодня зарегистрировался, еще даже не имеет пакет опционов, не сделал какие-то шаги, находится в статусе кандидата, он может с этим планом вознаграждений компанией, особый нетворк, ознакомиться и принять его для себя к действию или бездействию. То есть у каждого есть выбор. Мы с вами помним, что мы живем в дуальном мире, где есть горячее-холодное, где есть север-юг, где есть мужское-женское начало, и у нас с вами всегда есть две энергии. Это энергия позитивная или энергия негативная. Ваш выбор, в чьей команде вы играете. Если вы играете в команде компании SubaNetwork, то план вознаграждений – это как раз масса позитивных эмоций, потому что здесь, используя этот план вознаграждений, вы можете создать себе достаточно серьезный и хороший доход. Потому что план вознаграждений – это конструктор, который позволяет моделировать свою структуру и, соответственно, свой доход. Сейчас мы пройдемся по нашему плану вознаграждений, и потом я вам расскажу несколько новостей и отвечу на ваши вопросы. Итак, план вознаграждений. Он имеет основные термины и понятия, которые у нас с вами есть на страничке 4, 5, 3, 4, 5. Я не буду на них полностью останавливаться. Мне бы хотелось остановиться на условных обозначениях, которые у нас отражены в плане вознаграждений на страничке 7 и 8. На страничке 7 и 8 есть такое условное обозначение, которое нам, конечно, нужно однозначно помнить. Это условные единички. И условная единичка в компании «Совбенетворк» равна 1 рублю. То есть здесь вы можете познакомиться со всеми условными обозначениями, такие как личный объем, накопительный личный объем, групповой объем и накопительный групповой объем. Если вы зайдете в свой кабинет, вы зайдете в партнерскую программу, то вы увидите в подразделе такое слово, как «Итоги работы». Если вы нажмете на этот подраздел, то как раз у вас откроется страничка, где будет отражено все ваше движение товарооборотов в вашей структуре. Сегодня у нас март месяц, и у нас отчетный период – это составляет один календарный месяц, поэтому 31 марта у нас с вами закончится отчетный период, в котором по желанию компании вот этот месяц, первый месяц весны, обозначить более приятными событиями в нашей жизни, было принято решение о том, что на всех пакетах было добавлено до 30% опционов. И я вам спешу об этом напомнить. Здесь важно, чтобы вы помнили здесь, что… Просто отвлекаюсь на чат, прошу ваши вопросы пока в чате не писать, мы потом все это просмотрим, обсудим. Хотелось бы сказать о том, что очень важно, что вы, когда заходите к себе в кабинет и открываете подраздел «Итоги работы», вы видите именно текущий отчетный период. Если вы выберете другой отчетный период, вы увидите те товарообороты, которые у вас прошли по тому отчетному периоду. И здесь есть несколько, значит, столбиков, да, по которым конкретно видно, что у вас в этом месяце прошло. То есть это столбик «Личный оборот», то есть если вы лично сделали покупку, да, будет здесь отражаться. Или тот человек, который в вашей структуре сделал личный оборот, здесь будут эти объемы товарооборота отражаться. И групповой товарооборот. То есть вы можете посмотреть на свой групповой товарооборот и увидеть, значит, какое количество пакетов было приобретено в вашей группе за этот отчетный период. Также здесь сразу же у нас идет начисление, вы видите, глубинный бонус, лидерский бонус и партнерский бонус. Итак, мы сейчас с вами остановимся на пакетах опционов, которые, конечно же, определяют то или иное вознаграждение, которое у нас получает партнер. Итак, у нас есть четыре пакета опционов, на которых сегодня на всех минимальная стоимость каждого опциона стоит 14 рублей. То есть это пакет минимальный стоимостью 10 тысяч рублей, базовый 25 тысяч рублей, стандарт 50 тысяч и пакет премиум 150 тысяч рублей. Значит, на пакетах VIP, супер и люкс всегда действуют коэффициенты, которые понижают стоимость опционов. Мы это помним и мы это используем в своей работе, если вы строите серьезный бизнес. Итак, каким образом идут начисления у нас, какие виды доходов есть? Первый вид дохода – это партнерский бонус. Партнерский бонус начисляется вам в размере 10% от покупок партнеров вашей первой линии за отчетный период. То есть вы лично пообщались с человеком, человек приобрел тот или иной пакет, и вам выплачивает компания 10%. Партнерский бонус, сразу же напоминаю вам о том, что он доступен сразу, поэтому он доступен к выводу сразу, и вы можете его при зачислении сразу каким-то образом использовать. Можете использовать для покупки собственного пакета. Поэтому если сегодня у нас есть люди, которые по каким-то причинам не могут зайти и оплатить минимальный даже пакет, у них есть возможность еще в статусе кандидата начать работать активно со своей первой линии, им будет начислен партнерский бонус, и за счет этого партнерского бонуса они могут оплатить тот или иной пакет, который им нравится в компании. То есть если это понятно, пожалуйста, цифру 1 поставьте в чат. Также у нас с вами есть глубинный бонус. Глубинный бонус. Значит, начисление глубинного бонуса рассчитывается из расчета 40% от общего товароборота компании. Ваша партнерская организация может расти не только в ширину, но и в глубину до 21 уровня включительно. И, соответственно, вам нужно будет учесть следующие моменты. То есть вам нужно будет учесть, что тот или иной пакет, он влияет на получение глубинного бонуса. Еще раз обращаюсь к вам, чтобы я не отвлекалась. Пожалуйста, не пишите вопросы. Давайте вопросы в конце вебинара. Итак, на минимальном пакете партнеру доступно вознаграждение в размере 10% от суммы покупок только лично им приглашенных партнеров. То есть с первого уровня. То есть фактически партнерский бонус здесь равен глубинному бонусу. Со всех остальных уровней на данном пакете вознаграждение недоступно. То есть там будет срабатывать динамическая компрессия. Если ваши партнеры первой линии начнут активно работать, то понятно, что со второго, третьего и четвертого уровня, со всех остальных будет получать ваш информационный спонсор, тот, который вас пригласил. Поэтому если вы зашли сегодня и приобрели минимальный пакет, то есть вы должны понимать о том, чтобы получать с глубины, вам нужно сделать апгрейд, то есть докупить до хотя бы пакета 25 тысяч рублей, с которого уже доступно два уровня выплаты. То есть с первого уровня, как в предыдущем, 10%, со второго уровня 6%. И, соответственно, если мы с вами рассмотрим гипотетически, что в первом уровне у вас прошел товарооборот 300 тысяч рублей, и во втором уровне ваши партнеры поработали так же, и во втором уровне у вас так же прошел товарооборот 300 тысяч рублей, то можно просто легким арифметическим действием посчитать, какая сумма будет вам в виде реферального бонуса выплачена. С первого уровня вам выплатят партнерский бонус, здесь процентов 30 тысяч рублей от этого товарооборота, и эти деньги будут доступны сразу, их можете использовать. И 6% со второго уровня, с 300 тысяч товарооборота, это 18 тысяч рублей. 48 тысяч рублей – это достаточно высокая доходность сегодня, если просто даже сравнивать с теми людьми, которые работают в компании по найму. Если мы сегодня нацелены не только на продвижение миссии компании, но для того, чтобы создать совершенно новые условия финансовые, для нашей семьи, для наших близких, для того, чтобы максимально зарабатывать деньги, то, конечно, вам нужно будет единоразово или накопительно создать вот такой товарооборот в 50 тысяч рублей. То есть вы единоразово можете купить пакет за 50 тысяч рублей, или на протяжении определенного времени, очень многие партнеры этой возможностью пользуются, они создают такой накопительный личный товарооборот в размере 50 тысяч рублей и выше, и здесь уже открывается дополнительная выплата с третьего уровня, в 4%, что, соответственно, увеличивает ваш доход. И как в предыдущих случаях, если мы рассмотрим, что товарообороты в первых двух-трех линиях прошли по 300 тысяч в каждом, то мы понимаем, что дополнительно к 48 тысячам рублям у нас еще с третьего уровня будет выплачено 4%, а 300 тысяч – это 12 тысяч рублей, и суммарно наша доходность уже будет достигать 60 тысяч рублей. Если это понятно, пожалуйста, цифру 2 поставьте в чат. Какие еще возможности дают план вознаграждения? Здесь хотелось бы отметить о том, что как только у вас единоразово прошла покупка на 50 тысяч рублей или накопительно, и у вас уже сформировалась определенная команда, то есть к вам пришли люди, которые так же, как и вы, нацелены не только на продвижение идеи миссии компании, но и на то, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Сегодня здесь очень выгодно работать, потому что продуктом компании являются ценные бумаги. В будущем они будут давать очень хорошую доходность сами по себе, потому что мы понимаем, что это ценные бумаги компании IT-технологии. И преимущество нашего продукта, здесь хочу еще раз подчеркнуть, о том, что это продукция, которая не теряет своего качества и, так сказать, товарной значимости. Товарная значимость изо дня в день, из месяца в месяц она растет. Почему? Потому что это ценные бумаги IT-технологий. И если вы вернетесь к информации, которая есть в интернете, и посмотрите аналогичные компании, которые работают в этом секторе экономики, в секторе IT-технологий, вы понимаете, что изначально, когда эти компании также выходили на международную арену и предлагали свои ценные бумаги, стоимость этих ценных бумаг была достаточно низкой. И уже по окончании нескольких лет стоимость этих бумаг выросла значительно и стала приносить их владельцам достаточно хорошую доходность. То есть с выходом на биржу любые ценные бумаги компаний IT-технологий дают очень высокую доходность, в среднем 3000%. Поэтому наш продукт, он не портится, он не старится, он дает возможность тем людям, которые сегодня инвестировали деньги в ценные бумаги компании АОСУБА иметь в будущем очень хорошую доходность, потому что мы начнем с вами получать дивиденды после того, как компания выйдет на биржу. Здесь хочу еще раз напомнить про то, что в среднем, опять же, по статистике, выход компании на биржу составляет от 3 до 5 лет. Поэтому те люди, которые приходят и вкладывают свои деньги в ценные бумаги компании и ждут сразу же отдачи на протяжении первых нескольких месяцев, этого не стоит делать. Здесь единственное, стоит инвестировать только ту сумму, которую вы можете отложить на будущее. Хочу также напомнить, в советские времена очень часто наши родители, я думаю, что многие из вас помнят, они покупали страховые полисы нам с вами по достижению 18 лет или по достижению брачного возраста. То есть они откладывали и понимали о том, что эти деньги, которые накупятся на той или иной ценной бумаге, она принесет доходность только через 10 и более лет. Здесь мы тоже должны понимать о том, что наши ценные бумаги, наши деньги инвестируются в ценные бумаги компании IT-технологий. Конечно, нам с вами не придется ждать 10 лет для того, чтобы просто получить отложенные с собой деньги, а мы понимаем о том, что уже с выходом компании на биржу наши же деньги будут приносить очень высокую доходность. Если вы сегодня нуждаетесь в том, чтобы иметь какие-то более быстрые деньги, то здесь вы должны понимать о том, что рост наших ценных бумаг, он идет сегодня внутри компаний, и поэтому есть возможность на этом заработать, особенно с этим все, я думаю, что многие столкнулись, особенно те люди, которые инвестировали свои деньги в 2017 году, и уже потом путем прав переуступки они действительно получали хорошую, достаточно высокую доходность за свои вложенные деньги. Если сегодня у нас с вами переуступка прав пока недоступна до июля месяца, мы должны с вами понимать, что если нам с вами нужны деньги, то мы можем их зарабатывать в партнерской программе. И пакет от 50 тысяч условных единиц, то есть 50 тысяч рублей, дает возможность зарабатывать уже до девятого уровня. Если мы с вами рассказываем, и мы видим, что наша команда начинает вниз простраиваться, начинает работать по системе MLMM, многоуровневой системе, здесь нам нужно понимать о том, что если вы пригласили одного человека, который начал выстраивать серьезную команду, и эта команда начала давать хорошие товарообороты, для того, чтобы не упускать возможность зарабатывать на этом товарообороте, вы должны выполнить определенные условия, то есть создать боковой оборот, то есть помимо этой группы, вы должны создать боковой оборот в виде личных приглашений или помочь своим другим личникам, также дать возможность им зарабатывать в нашей компании. Поэтому боковой товарооборот на сумму от 500 условных единиц, включая ваши личные объемы, это преимущество, он дает вам возможность уже зарабатывать с четвертого, с пятого и шестого по девятый уровень. С четвертого уровня мы начинаем получать дополнительно 3%, с пятого уровня 2% и с шестого по девятый за полтора процента с каждого уровня. Если здесь все у нас с вами понятно, пожалуйста, цифру 3 поставьте в чат, и мы еще рассмотрим дополнительную возможность, когда при таком же условии, то есть когда вы имеете свой личный объем в размере 50 тысяч рублей, и у вас боковой объем сформировался на суммах полтора миллиона, и здесь, кстати, часто задаются вопросы, люди, в чем преимущество пакетов VIP, супер, именно в том, что ваши личные объемы, они входят в боковой товарооборот. И если вы сами приобрели, допустим, пакет на 600 тысяч рублей, то вам сразу открывается глубина до девятого уровня, даже если у вас нет команды. Но если вы начали простраивать свой бизнес, то преимущество, конечно же, этих пакетов дает возможность вам полтора миллиона минус 600, то есть вам нужно создать групповой оборот дополнительно к вашему личному обороту в размере всего 900 тысяч рублей, и вам уже будет доступна глубина до 21 уровня. Суммарно вот здесь идут выплаты 40% от товарооборота компании. То есть мы зарабатываем. И с десятого по пятнадцатый уровень за каждый уровень мы получаем 1%, и с шестнадцатого по двадцать первый уровень по 0,5%. Сегодня достаточно, если просто взять калькулятор, то можно посчитать, что это достаточно серьезная и высокая доходность, то есть ваши доходы могут превышать 50 тысяч рублей ежемесячно, если вы на это настроены. У нас с вами есть страничка 21, то есть примечание, где написано, что с пакета 10-25 тысяч партнеру в любое время доступна функция апгрейда, доплата, до пакета 50 тысяч рублей. Здесь стоит учитывать, что если вы в этом текущем периоде купили пакет за 10 тысяч рублей и хотите сделать апгрейд в этом же текущем периоде, то есть вам достаточно доплатить в компанию 15 тысяч рублей, и вам сразу сделают апгрейд на пакет 25 тысяч рублей. Если вы купили пакет за 10 тысяч в предыдущем каких-то периодах и хотите увеличить свой пакет до 25 тысяч рублей или до 50 тысяч рублей, то вам доступны апгрейд при помощи покупок хотя бы от минимального пакета, два пакета по 20 тысяч рублей, у вас будет накопительный личный товароборот в 30 тысяч рублей, и вам уже будет доступна глубина в первый и во второй уровень. То есть если это понятно, пожалуйста, цифру 4 поставьте в чат. Здесь очень важно понимать эти моменты, потому что сегодня мы с этим сталкиваемся, что люди делают апгрейды, и у всех они проходят по-разному. То есть в текущем периоде, если вы проплатили пакет за 10 тысяч рублей и хотите его увеличить до 50 или до 25, у вас есть возможность просто недостающую сумму оплатить в компанию и вам сделать автоматический апгрейд до этого пакета. Если были ранее пакеты куплены, то с учетом того, что какую сумму вам не достают, вам нужно будет докупить минимальный пакет или пакет за 25 тысяч рублей. Также у нас, вот как я говорила ранее, допускается участие по плану вознаграждения новичка с нулевым пакетом. То есть когда человек приходит, он не покупает, но начинает рассказывать, давать информацию, и вот этот партнерский бонус, который выплачивается сразу, он может его, то есть благодаря этому партнерскому бонусу, он может приобрести свой личный пакет. То есть это тоже, надеюсь, очень понятно. Третье очень важное примечание о том, что партнеры в статусе 9.21 уровень получают выплату глубинного бонуса в текущем отчетном периоде при создании товарооборота с первого по третий уровень или личного товарооборота. То есть здесь очень важно понимать о том, что если вы простроили структуру и сегодня хотите получать с глубины, то вы должны оказывать внимание своим партнерам и нести за них ответственность, за ту информацию, которую они должны передать вниз, своим лично приглашенным. Поэтому для того, чтобы получать глубинный бонус, есть такое условие. То есть у вас должен пройти какой-то минимальный хотя бы товарооборот или на первом, или на втором, или на третьем уровне. И если такого товарооборота нет, а у вас есть хороший глубинный бонус, вы должны сделать личный товарооборот, хотя бы минимальный. Надеюсь, с этим все понятно и вопросов не будет, потому что сегодня некоторые партнеры считают о том, что когда-то выстроив команду и присутствуя сегодня в других бизнесах, они могут получать глубинный бонус в нашей компании. То есть каждый раз возвращаясь к себе в кабинет только по окончанию отчетного периода, посмотрев, что есть выплаты и ожидая о том, что выплата должна быть. Да, она должна быть при выполнении вот этого третьего условия, третьего примечания. Потому что никто не зарабатывает ни в одной компании, нигде, никогда никто не зарабатывает, если ничего не делает. Цифру 5, пожалуйста, в чат, что здесь все ясно. У нас с вами также есть дополнительные лидерские бонусы. И один из лидерских бонусов – это вот как раз то, о чем мы с вами говорили. То есть если мы пришли в этот бизнес сегодня зарабатывать деньги, мы не просто случайно даем информацию и получаем партнерский бонус. Понятно, что здесь у такого человека никогда не возникает никаких ложных ассоциаций, о том, что кто-то ему что-то должен. А человек, который пришел зарабатывать, и он понимает о том, что он приглашает своих людей и рассказывает им прежде всего о возможностях бизнеса, возможностях заработка и, конечно же, о тех преимуществах компании, в которой он работает, то такой человек, если он занимается информационной поддержкой своей первой линии, второй, третьей линии, с первой линии компания дает ему возможность получать чек-о-чек. И здесь важно понимать, что это дополнительная возможность для увеличения вашего дохода. Интересно, какие-то у нас тут такие вещи происходят в вебинарной комнате. Ну ладно, так, смотрите, это дополнительный заработок. Почему? Потому что если вы помогли вашему партнеру в первой линии заработать миллион рублей, то 10% от этого миллиона составит 100 тысяч рублей. Это будет дополнительно к тем выплатам, которые вы лично получите. И это хорошая возможность. Второй, значит, бонус лидерский, это бонус от мирового товароборота. На нем не буду сильно подробно останавливаться. На страничке 25 в файле PDF можете познакомиться. Это лидерский бонус, поэтому здесь участвуют лидеры в распределении 5% бонуса мирового товароборота. Эти бонусы выплачиваются. И для того, чтобы его получить, нужно партнерам выполнить определенный товароборот в размере 6 миллионов рублей, где боковой оборот составляет 1 миллион рублей. То есть распределяется этот бонус в соответствии с долями. Также у нас с вами есть еще офисный бонус. Это бонус очень выгодный в размере 1% от всей структуры, не ограничен с 21 уровнем. И здесь, опять же, для тех людей, которые хотят получать офисный бонус, у них есть определенные условия на страничке 28. То есть желаю, чтобы вы с ним познакомились более подробно. Могу сказать только о том, что, допустим, если во всей структуре у вас прошел товароборот от вашей структуры до 21 уровня, прошел товароборот в 10 миллионов рублей, то вам к выплате должно было бы вроде бы 100 тысяч рублей. Но у вас структура может быть больше, чем 21 уровень, и общая структура может вам дать совершенно другой товароборот. Допустим, в этом текущем периоде 15 миллионов рублей. Вот офисный бонус будет от 15 миллионов рублей 1% составлять. Здесь нужно вот этот момент учитывать со всей структуры, не ограничиваясь за дубиной 21 уровень. У нас также есть лидерский бонус. Это бонус путешествий, 4 увлекательных путешествия в год в разные страны мира за счет компании. Условия для выполнения этого бонуса прописаны на страничке 31. Здесь в течение трех расчетных месяцев нужно выполнить групповой товарооборот в 3 миллиона рублей, в трех уровнях, из которых не менее 1 миллиона рублей, это боковой товарооборот. Там, где мы экономим, там мы всегда зарабатываем и путешествовать за счет компании. Это, конечно же, очень приятно. У нас с вами есть автомобильный бонус, который рассчитан от 1 месяца до 6. Вот такой отчетный период рассматривается для получения в подарок от компании автомобиля Volkswagen Polo. Условия у нас расписаны на страничке 33, 34, 35, 36 и 37. То есть можете с ними познакомиться. На этом мы с вами сейчас закончим просматривать наш план вознаграждений. Я думаю, что если вы хорошо знаете план вознаграждений, то зарабатывать в нашей компании становится намного веселее и радостнее, потому что если мы знаем, откуда к нам идет финансовый поток и каким он может быть, то это дает действительно возможность сформировать ту финансовую программу у вас в голове для того, чтобы вы эти деньги начали получать. Сейчас хотела бы остановиться на том, что у нас с вами есть информация в кабинете. В кабинете появилась кнопочка. Сейчас я прям зайду посмотрю. В разделе финансы вот внизу есть касса взаимопомощи. Это у нас с вами был в кабинете новость о том, что сегодня ряд наших партнеров и акционеров находится действительно в очень тяжелом критическом состоянии, и им должна быть оказана медицинская помощь. Для оказания этой медицинской помощи каждому человеку, конечно, требуются финансы. Не всегда эти люди могут сегодня продать опционы свои, потому что компания им идет навстречу в этом плане, да, дает возможность все-таки реализовать свои опционы, то есть путем прав переуступки, если они находят. Но не у всех этих людей сегодня достаточно серьезные пакеты, а деньги требуются на лечение серьезные. Поэтому компании принято решение открыть вот такую кассу взаимопомощи, где каждый человек, который является партнером или акционером, компании именно в кассе взаимопомощи может купить опцион по курсу 7 рублей. Все деньги, которые будут получены по кассе взаимопомощи, будут пущены как раз на оказание помощи этим людям. Количество опционов ограничено, поэтому если у вас есть желание оказать гуманитарную помощь людям, которые страдают сегодня онкозаболеваниями, да, пожалуйста, вот можете обратиться к этому инструменту. Если все понятно в этом вопросе, да, цифру 6 поставьте, пожалуйста, в чат. Сейчас я хотела бы еще остановиться на одном моменте. Прям буквально секундочку. Потому что мы с вами знаем о том, что у нас открылись направления, и одно из последних направлений, которые мы с вами рассматривали на нашем вебинаре, это направление компании Соботелеком. Вся информация по поводу этой компании сегодня выложена официально на сайте. Сайт я вам сейчас скину в чат, поэтому вся официальная информация, вы можете обратиться на этот сайт, посмотреть, все тарифы, все-все-все там прописано. Единственное, я хочу ответить на вопрос некоторых наших партнеров, которые в связи с этим имеют информацию о том, что с некоторого времени россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам, потому что будет запущено приложение, есть сим, которое не требует идентификации. То есть вот такой вопрос возник у партнеров, а нужны ли нам с вами наши тарифы, наши сим-карты. Обратилась с этим вопросом к генеральному директору компании Соботелеком и получила следующее разъяснение о том, что да, действительно рассматривается такой вопрос запуска таких модулей eSIM, которые позволят пользоваться телефоном без сим-карты, но это будут абсолютно новые телефоны, которые любой гражданин Российской Федерации или другого государства должен будет приобрести. Стоимость этих телефонов еще пока тоже неизвестна, и это произойдет не раньше, чем в следующем году, во второй половине года, как мне сказали. В следующий момент, даже если вы приобретете телефон, который не требует для себя сим-карты, то сотовый оператор у вас останется все равно. То есть там будет QR-код, и где вы должны будете внести данные того сотового оператора, которым вы пользуетесь. Поэтому, с одной стороны, сим-карта, может быть, и не нужна, а сотовый оператор вам все равно нужен будет. Поэтому все, что касается компании Соботелеком, это наш сотовый виртуальный, это виртуальный сотовый оператор, поэтому все эти новости, которые мы с вами рассматривали ранее, они актуальны. Поэтому здесь момент следующий. Если мы даже будем пользоваться картами, вернее, телефонами без сим-карт, то все равно будем пользоваться тем или иным сотовым оператором. Если это понятно, цифру 7, пожалуйста, в чат. Я думаю, что ответила на вопрос тех партнеров, которые задавали, то есть интересовались в связи с этой информацией. И сейчас просмотрю просто чат, какие были у нас еще с вами вопросы. Так, ну вот Геннадий пишет Меркула. Главное, наши данные были бы надежно защищены и не передавались третьим лицам. Ну, все, что касается конфиденциальности вашей личной информации, то, что касается именно компании АУ СУГБА, здесь все гарантировано. Компания СУГБА Телеком тоже гарантирует сохранность ваших личных данных. То есть любой сотовый оператор, он в любом случае будет брать ваши данные для оформления сим-карта или тарифов. Я думаю, что на этот вопрос я ответила, пожеланий по поводу того, что нужно проводить вебинары на другие темы. Да, согласны. Можете поучаствовать в проведении вебинаров, разработать тему вебинара и провести его. Еще следующий вопрос хочу сказать по поводу того, что по поводу эквайринга. Эквайринг, то есть тарифы по компании СУГБА Телеком вы можете приобретать с помощью эквайринга уже со следующей недели нам эта компания СУГБА Телеком обещает. По поводу СУГБА Диджитал ничего вам рассказать, Магомед, не могу, потому что сегодня компания СУГБА не сотрудничает с этой компанией. Если у вас есть какие-то личные вопросы вот в отношении СУГБА Диджитал, пожалуйста, позвоните по телефону бесплатной линии. Я еще что хочу сказать о том, что мы с вами говорим о покупке тарифов. Сим-карты мы помним с вами, что у нас по Российской Федерации идет тариф Феррум. Он будет доступен у нас уже с 1 июня. Тоже обещают, что уже сим-карты мы будем иметь. И если вы не простраиваете партнерскую сеть, если вы просто нуждаетесь в том или ином тарифе, то вы должны понимать, что физическая карта, сим-карта, она будет немножко позже, да, поэтому вам, наверное, будет нужно подождать именно момента продажи самой сим-карты. Если вы сегодня простраиваете партнерскую сеть в направлении СОВБА Телеком, и вы готовы подождать сим-карту, да, то вы можете это делать. сегодня, Егор, идет оценка компании, оценка бизнеса идет. Не могу конкретно сказать, на каком этапе, знаю только, что сегодня у нас идет оценка бизнеса. Началась она в феврале этого года, и думаю, что займет еще какое-то время. Как только будет в отношении этого вопроса что-либо, можно будет вам уже рассказать, да, то есть я вам однозначно это освещу, этот вопрос на вебинаре, или эта информация у нас с вами появится на официальном сайте компании. Виктор, по поводу выплат, если вы имеете выплаты с AdvoCash, да, сегодня пока не совсем стабильно работает эта система на вывод, но те партнеры, которые сегодня работают, активно развивают бизнес, да, то есть я знаю точно, что ни у кого нет задержек по выплату реферальных бонусов. Задержка есть у тех партнеров, которые, вот, как я вам сказала, уже приходят к нам только по закрытию отчетного периода. Руслан, надеюсь, что ответил на ваш вопрос, когда и как можно будет купить. Тариф вы можете оплатить сегодня или в компании, или путем эквайринга со следующей недели, но если вы не развиваете партнерскую сеть, а вам нужна именно сим-карта для того, чтобы начать ей пользоваться, то я думаю, что стоит подождать ее выпуска. Это будет к июню месяца. По соцсети аккаунты в этом направлении менеджеры работают, восстанавливаются и пересчитываются динары. Поэтому, если у кого-то что-то не перерасчитано, то не волнуйтесь, все это будет восстановлено. Когда заработает автовывод сухбакоин? Не совсем, Руслан, поняла ваш вопрос. То есть, у нас сухбакоины мы сможем с вами обналичивать, когда у нас с вами заработает внутренняя биржа. То есть, президент компании обещает это в июле месяца этого года. На стационарный телефон можно будет звонить, но там будут списываться дополнительные средства. То есть, безлимитная связь у нас с вами на интернет, на смс и на сотовую связь. Если вы будете звонить на стационарные телефоны, а не на сотового оператора, то у вас будет дополнительное средство списываться со счета. Но счет мы помним, каким образом у нас будет пополняться. За счет прослушанной рекламы. По банковским картам будет дополнительная информация, более подробно. Поэтому сейчас пока я на этот вопрос вам отвечать не буду. То есть, следим за новостями в кабинете и следим за новостями, которые у нас есть на сайте. по поводу тарифа фэрум. Здесь вы однозначно можете оставить свой предыдущий номер телефона. Если вы будете покупать тарифы международной связи, то не во всех странах можно будет оставить прежний номер телефона. Это все будет чисто индивидуально проходить. Можно ли будет по российской симке из-за границы оплачивать счета в Москве? Не совсем поняла, потому что у нас безлимитная безоплатная связь будет. Мы с вами единожды проплачиваем тариф, а потом для нас с вами связь будет безоплатной. За счет той рекламы, которую мы с вами будем прослушивать. По поводу СОБА недвижимость, по возвращению с Казахстана мы с вами проведем вебинар, и я думаю, к этому моменту у нас уже с вами будет готов сайт и будут представлены счета. Поэтому все вам дополнительно в апреле месяце, в начале по СОБА недвижимость расскажу. По поводу IPO в этом году у меня нет пока такой информации. Как только информация будет, мы с вами к этой информации вернемся. Итак, на сегодня я вижу, что мы с вами уже рассмотрели все вопросы. Я надеюсь, что больше вопросов у нас пока не осталось. Я вас всех благодарю за то, что вы нашли время, пришли к нам на вебинар и всего вам наилучшего. Имела в виду железную, которая по России. Нина, у вас есть мой личный контакт, можете позвонить, не совсем понимая, что вы хотите от меня. Оплатить тариф вы можете, любой тариф вы можете оплатить, даже из-за границы, если у вас есть такая возможность. Виктор, если вы купили пакет акции, неважно на какую сумму, приличную, неприличную, большую, но это шутка, поймите меня, правильно, то есть на любой пакет акции вы можете приобрести договор инвестиционный в компании, то есть обратитесь по телефону беспланной линии, и вам менеджер подскажет, как вам будет более комфортно эту процедуру завершить. Такая возможность абсолютно у всех есть, получить инвестиционный договор. Итак, я вас всех благодарю за внимание, всего вам доброго и хороших вам товарооборотов. доставе. Продолжение следует...